В Славянском районе растят чемпионов. Воспитанница спортивной школы «Триумф» Карина Коробова стала лучшей на первенстве России по боксу среди юниорок. За победу приехали побороться 279 спортсменов. Карина выступала в категории 17-18 лет и заняла первое место в весовой категории 50 килограммов. Также воспитанница нашей школы бокса признана лучшей спортсменкой в технико-тактической подготовке и выполнила норматив мастера спорта России. Глава района Роман Сенеговский встретился с победительницей первенства Кариной Коробовой и ее тренером Александром Водопьяновым. На приеме также присутствовали председатель совета района Григорий Литовко, президент федерации бокса Славянского района Виталий Прытков, член президиума федерации бокса Славянского района Максим Панов. Карина, спасибо большое за то, что прославляешь Славянский район, побеждаешь еще в таком виде спорта, где и парни неизвестны. Там, я понял, 200 с чем-то человек претендентов было, да? Но я понимаю, что разные весовые категории, но я думаю, сейчас подробнее расскажет Александр Владимирович. Боксом Карина занимается около шести лет, три из которых под руководством тренера Александра Водопьянова. Благодаря именно славянской школе бокса девушке удалось достичь больших высот в этом виде спорта. Карина – неоднократный победитель первенства России, Южного федерального округа и Европы. Только за последний месяц она приняла участие в двух серьезных соревнованиях, провела шесть боев и смогла одержать победу. Сейчас этап у нас был в Черногории международный турнир, там был Кубок мира, Среди Нью-Йорк, приехало 23 страны, 23-25 стран, и грозильцы, и мексиканцы. У нас такие интересные страны были, сражения просто были потрясающие. Посмотрел на это все, интересно так все это, давно мы уже отошли от этого, уже соскучились по этому, блин, ну, такой мы адреналин получили, и вся сборная наша так стражалась на ринге, блин, ну, аж бул стоял. Победа в первенстве России позволила нашей спортсменке отобраться на чемпионат Европы, который в конце апреля пройдет в Армении. Президент Федерации бокса Славянского района Виталий Прытков пожелал девушке успешно там выступить, подчеркнув, что она всегда может рассчитывать на помощь и поддержку земляков. Уже спорт сейчас, в наше время, это такая вещь, которая объединяет, я считаю, всех, и общество, и власть, и бизнес, и все, да, и, конечно же, очень отрадно и хорошо, когда такие есть результаты, когда есть чем гордиться, да, когда есть в твоем лице, что, кажется, ты не одна, что есть команда, да, что много у тебя и почитателей, поклонников, да, и когда там тяжелой труд, но у тебя график такой тяжелый, так, ну, поднимай, другой, третий, вот, ну, ты, тем не менее, ты большой молодец, ты справился, поэтому, Славянский район один из лидеров по развитию физической культуры и спорта в регионе. Наши спортсмены неоднократно подтверждали этот высокий статус своими победами в международных и всероссийских соревнованиях, и они продолжают это делать, прославляя свою малую родину. Вот, знаете, многие пишут историю достижений, а вот Карина, за нее уже, она золотыми буквами уже вписана в историю спорта Славянского района, и, конечно же, как наравне с Водопьяновыми, наравне с нашим Лукьян, Рипич, вот она пополнила эту копилочку. Я думаю, что это хороший пример подражания, спасибо тебе большое за труд, тренеру очень большие тоже слова благодарности, это непросто. Вот, педагога-наставника, Александр Владимирович, спасибо вам, что такой получился результат. Мы очень горды, что мы сегодня вот присутствуем, это история. В конце встречи Карине Коробовой и ее тренеру Александру Водопьянову глава района вручил благодарственные письма и памятные подарки. Также отметили спортсменку и тренера памятными подарками Виталий Прытков и Максим Панов.